Всем привет! Вы смотрите канал Дорогая Испания с Еленой Вива. С начала декабря и наконец-то до нас добралась осень. Тоже скоро Рождество, а у нас все какое-то летнее настроение было. Я до конца ноября ходила, еще купалась в океане. Но вот сегодня, смотрю, небо наконец-то затянулось и ждем завтра начнутся дожди, которые будут поливать нашу зеленую Испанию, чтобы она была все время круглый год зеленой. А я решила вот вечером выбраться в Сан-Себастьян, прогуляться по городу, поскольку у нас уже включили рождественскую иллюминацию, и я решила себе немножко поднять к празднику настроение, а то все какое-то еще оно у меня было летнее. Вот, так что идемте прогуляемся по Сан-Себастьяну и вместе дождемся, когда включат вечернюю иллюминацию. А сейчас я нахожусь на территории парка Королевского дворца. Вот сейчас он у меня появится за спиной. Это дворец Миромар, в котором испанская королева Регенша Мария Кристина отдыхала летом, приезжала на пляж в Сан-Себастьян в конце 19-го, начале 20-го века. Именно Мария Кристина вот этими своими поездками в течение практически 45 лет на летний отдых сюда, в Сан-Себастьян, и превратила этот город в гламурную столицу. Идемте немножко прогуляемся по вечернему, зимнему, предрождественскому Сан-Себастьяну. Именно таким пасмурным, а потому немножко уютным, и показался мне Сан-Себастьян, когда я его посетила впервые 15 лет назад. Это тоже происходило на рождественские, новогодние праздники. Мое первое путешествие сюда длилось практически месяц. И тогда я поняла, что в этой жизни есть что-то более интересное, чем мой Краснодар. И именно посещение Сан-Себастьяна и сделало меня эмигрантом, о чем я за последние 10 лет моей эмиграции ни о чем ни разу не пожалела. Ну, разве что об одном, что я не сделала этого раньше. Пока я здесь гуляю по зимнему Сан-Себастьяну и снимаю для вас видео, напишите мне в комментариях, а ваши города уже готовы к Рождеству? Прежде чем мы доберемся до центра, давайте немножко прогуляемся вдоль пляжа Лаконча, который на протяжении уже очень многих лет входит в топ-10 самых красивых городских пляжей мира. Именно этот пляж и является центром притяжения летнего туризма в городе Сан-Себастьян. На город спускаются сумерки, и я уже добралась до площади Гипускуа, где расположено здание дворца депутатов нашей провинции. И вот смотрите, к Рождеству какими интересными красками разукрасили главный дворец нашего города. Идемте дальше, прогуляемся по городским улочкам Сан-Себастьяна. Над рекой Урумея каждый год летают вот такие вот коробочки с подарками. И тем, кто себя хорошо вел в течение года, эти коробочки залетят под елочку на Новый год. Отель Мария Кристина – один из символов прекрасной эпохи города Сан-Себастьяна. А у этой праздничной подсветки он особенно прекрасен. Согласны? Сан-Себастьян – это город мостов, поэтому их праздничной подсветки тоже уделяет очень много внимания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бульвар Свободы – главная коммерческая артерия города Сан-Себастьян. Главный городской рождественский вертеп уже установили, все герои прибыли, но вот подсветку для него включить забыли, так что будет повод еще раз сюда вернуться. Идемте дальше и заглянем, что у нас происходит на улочках исторического центра Сан-Себастьяна. Судя по витринам самой старой кондитерской города, Рождество в этом году, как и всегда, будет очень сладким. Посмотрите, сколько разных туронов наготовили для праздничных столов. А это очередь на улице за самым главным чудом, которое испанцы каждый год ждут от Рождества. Здесь продают лотерейные билеты Рождественской лотереи Эль Горда. Улочки старого центра пустые, но, как видите, витрины украшены к празднику. Смотрите, какой здесь симпатичный баски Дед Мороз Ленсера притаился. Это витрина шляпного магазина. Это еще одна моя любимая кондитерская, в которой обычно я к Рождеству и закупаю традиционные пальвороны и туроны всевозможных вкусов. В этом году тоже буду здесь закупаться. Еще один символ города Сан-Себастьяна – здание городской ратуши, где раньше находилось казино в период прекрасной эпохи. Закончилась моя прогулка по вечернему предрождественскому Сан-Себастьяну. Праздничные огни у нас зажглись, правда, не в таком объеме, как обычно, но все равно Рождеству быть в этом году, конечно же, без туристов, что для меня, человека, работающего в туризме, немножко грустно. Но у нас же всегда остается надежда на будущее и на то, что 2021 год будет намного лучше. Всем вам здоровья и всего самого прекрасного в наступающем году. Всем пока и всех люблю! Ваша Елена Вилас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok